а у него внутри прединфарктное состояние от горя мужчины есть за у кого нет самолюбия уязвлено мужское оно всегда уязвлено когда нет денег мужчина без денег никто пустое место женщина ладно но мужчина без денег пустое место как бы ты не кривлял что бы ты там не говори что бы ты не трепал языков денег нет пошел вон сиди не вяты вот такой пришел и ходит на работу и понимаешь он никогда не выгребится из долгов он никогда не женится ему ничего не светит и приходит когда парень встречается и говорит слушай джон тут есть одна тема сетевая отходи от меня никогда мне больше не расскажешь разрешил я с тобой полчаса только посижу рядом тебе просто порисую и все кто тут уйди уйди но тут был настойчивый парень джон я тут давай я рядом посаду но в конце концов сел порисовал всего стоит 56 долларов давай попробуем еще разок а вдруг получше деваться не шансов никакие и он начал но в этот раз он решил что больше никого он решил что он будет работать и он говорит я организовал гараже у отца старая раздолбанная машина поставил старый стол стек пыль протянулся второго этажа но поставил телефон взял телефонный справочник и начал звонить я начинал звонить в 8 утра заканчивал 20 перерывом на обед каждый день приходили пацаны и говорят давай пойдем погулять нет я сидел день неделю месяц два три я звоню вот как тот дядя который сбивал он звонит через два месяца отец сказал джон не значит там делаешь гараже но если ты так будешь действовать я звонил говорит он по холодным контакту и рассказывал своей компании я избрал такую методу через три месяца начали подписываться подписывался каждый двухсот пятидесятый с которым я говорю через два года он был миллионером братья заткнулись он заставил этот бизнес работать он заставил его работу каждый двухсот пятидесят у нас у меня подписываться каждый 3 мне стыдно говорить об этом у меня всего подписано 64 человек по личному мне просто стыдно об этом говорить я больше говорю для себя сейчас чем для вас потому что я точно знаю что можно быть уже давно тройной плате я точно знаю потому что каждый третий кому-то рассказывать хочет он просто этого не делает что заставило этого парня действовать он не мог терпеть этот позор он был мужчина мужчины в зале есть не поднимайте руку если у вас есть самолюбие если вы понимаете что вы без денег зеро и что не имеет денег это позор тогда можно начать и вся прелесть начать можно в любой момент я работал гербалай самое сильное что там есть это продукт еще самое сильное что там есть там есть обучение и мотивация потому что это тяжелейший бизнес который вот так нужен людям его может этот пресловутый гербалай а вы зайдите на склад в городе Киеве на площади Перемор и посмотрите какой бизнес это и что он делает с людьми это тяжелейший бизнес я оказался просто хлипким но в больнике я ничего там не добился но есть люди которые добиваются потому что там есть сильнейшая мотивация есть такой человек был царство его небесное его зовут Джим Рон кто-нибудь знает я был с Джимом Роном на личной встрече мы с ним фотографировали кто мне писал книгу я с ним разговаривал он рассказывает свою историю он говорит мне было 26 лет я ненавидел весь мир потому что я был беден и никто не хотел давать мне больше в долг у меня была жена и маленькая дочь у нас не было денег у меня не было меня не было работы у меня не было денег мои родители отказывались не больше давать долг мои соседи перестали мне давать долг я ненавидел правительство за то, что высокие цены за то, что они в ней налоги за то, что нет работ я ненавидел всех я все время плакал и страдал я говорил Ну почему люди такие уроды? Ну почему, почему, почему мне никто не хочет помочь? Ну почему я такой несчастный? У меня жена, у меня маленькая дочка. Ну почему я нищий? Почему по моей квартире бегают тараканы огромные? Почему, я спрашиваю. Я все время нацикался на людей, которые говорили мне, что я подлещ. Что я мекина, что я какой-то урод и что я такой нехороший. Это было несправедливо. Я был несчастен, говорю. Потому что у меня не было денег. Никто не давал работу. У меня были проблемы. И с женой были отношения крайне тяжелые. И однажды я сидел и страдал дома, как обычно, говорит этот человек. И вдруг, в дверь ступит. Я открываю дверь. Смотрю, стоит маленькая девочка. Бой скаутс. И говорит. Здравствуйте, мистер. Я из скаутской организации. Меня зовут там Кристин. И мне поручили продать печенье. Вот если вы купите у меня печенье, то я заработаю доллар. И принесу в организацию, меня похвалят. Купите у меня две или три пачки. Или хотя бы одну пачку печенья за доллар. И я на нее так посмотрел. И хотел бы и купить. Да у меня не было доллара. И тогда я ей соврал. Я ей сказал. Ты знаешь, дорогая. Как раз вот вчера я такого печенья набрал, помни, шкафчик. И поэтому я сейчас вот так много. Ты извини. Просто некуда браться. Она говорит. Ну ничего, мистер извини. И побежала. И по лестнице так. И побежала. А я, говорит, остался стоять в дверях. Вот так. В дверном проекте. И вот так я стоял. Вот так. И я заплакал. Я стоял и плакал. Мне было 26 лет. Маленькая девочка попросила у меня доллар за печенье. Помни, мне было доллара. Я был раздавлен. И стоя на дверях, я поклялся себе, что никогда в жизни. Никогда в жизни. У меня не будет такого случая, чтобы у меня не было доллара. Никогда. Прошло два года. Говорил инженерал. Я выхожу из помещения, из здания, где мы проводили презентацию. Я был лидером сетевой компании. Бизнес у меня летел. У меня было полно денег. И я весь такой воодушевленный, счастлив. С приготовленными цветами в машине. В моей новой машине. В предвкушении, как я сейчас приеду домой и буду рассказывать своей жене, какую-то замечательную встречу мы провели. Какую презентацию классную дали. И сколько у нас подписалось людей. Я переходил дорогу и подходил к своей машине. И только я взялся за ручку. И вдруг справа в голову. Мистер, вы не могли бы купить у меня печенье. Я из Кауэрской организации. Меня зовут Люси. Вот если бы вы купили печенье, меня бы, знаете, как наградили? Я им говорю, а сколько у тебя печенье? Она говорит, ну вот у меня вот.